Я заговорил о швейцарцах, но мы прекрасно знаем, как они умеют вращаться, причем это видно, что по школе вращаются, не только Стефан Ламбель вращается, но и мы вспомним швейцарских фигуристок, даже те, которые не прыгали, вращение потрясающее. Давайте возьмем специалиста, который подтянет ребят по вращениям, отдайте на лето танцевальным тренерам одиночников, и они посадят их на ноги, они прибавят скольжение, хватит держаться всем за своих спортсменов и считать, что мы семи пядей во лбу. Я вот боюсь, как бы эти неплохие результаты, показанные некоторыми спортсменами, не вскружили головы, не подумали, что у нас все хорошо, у нас действительно ситуация сейчас еще хуже, чем мне казалось ранее, поскольку, поверьте, вот и Чан показал это, что выучить прыжок действительно легче, чем научиться базовому катанию, о котором вы говорили, Лена, и о чем говорил Максим, когда его начали учить елочке уже сложившегося фигуриста, и надо сейчас учить, если мы сейчас не начнем прибавлять в этой базе, то... То мы отстанем навсегда. Ну, вот сейчас уже мы как бы в некой эйфории, все равно мы хоть две медальки получили, но по большому счету у нас ни одного золота. В двух видах мы и пребываем вообще вне призовых мест, но самое страшное, что непонятно, как бороться. Вы знаете, вот я смотрел на две пары сегодня, американские танцевальные, во-первых, огромное уважение, и к труду тренера Шпильбанта, конечно, молодец. Видна рукомастера, видна школа. Я даже не понимаю, с какой стороны к ним подойти и как с ними бороться. Как он это делает? Ну да, я честно могу сказать, что я рад, что в мое время не катались такие пары. Да. Знаете, что меня еще очень сильно насторожило? Незадолго до начала чемпионата прошла информация, что спортивное руководство российское, начиная от мини-спорта, они собираются настаивать на том, чтобы те тренеры, которые вернулись работать в России, и Николай Морозов в том числе, не работали больше с иностранными спортсменами. А мне кажется, что это колоссальная ошибка, потому что даже если у наших спортсменов будет возможность кататься на одном льду с той же Анде, с тем же Амодио, да с тем же, со всеми иностранными учениками Морозова, если они будут постоянно каждый день, два раза в день это видеть на льду, то кроме пользы ничего не будет. Не знаю, здесь вот как раз, Лен, я бы с вами поспорил, но поспорю обязательно, если у вас еще есть время. Сейчас у нас есть звонок радиослушательницы, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Очень приятно вас слышать. Вы знаете, я большая любительница фигурного катания, но в последнее время, честно говоря, и вот сейчас смотреть чемпионат довольно тяжело, потому что я вижу, как сильно фигуристы увлекаются техникой. Собственно, китайцы показали в свое время, как это можно именно техникой добивать судей и зрителей, и что они могут больше, выше, сильнее, и на это сейчас обращают очень много внимания. Мне кажется, что красота, собственно, фигурного катания, которое так привлекало людей к этому виду спорта, к телевизорам, к экранам и на стадионы, она уходит. Может быть, мы как-нибудь вернем это? Танец, чувства, может быть, с этим можно что-то сделать? Это вообще возможно? Марин, спасибо большое за вопрос, спасибо за вашу любовь к фигурному катанию. Вы знаете, мне кажется, что вот этот переход через технику на новый этап, он был необходим. Конечно, он тяжело дался многим парам, и получилась действительно такая работа, ушла эмоция. Раньше было чуть больше, но все-таки вот когда я вижу выступление сегодня двух победителей в танцах на льду, и канадцев, и американцев, и я уже вижу, как органично и гармонично ложится вся техника в танец, при этом имея очень серьезную техническую базу, танец играет по-настоящему, в нем можно найти место всему и эмоциям, и технике. Просто, конечно, это непростое время сейчас перехода и на новую систему судействия, не все так сразу перестроились, но все-таки я сейчас вижу больше положительного от того, что изменилось, не знаю, согласится ли со мной Лена, но, конечно, надо стремиться к гармоничному танцу, но когда он получается, когда становится все на одном дыхании, и каждая дорожка вытекает одна из другой, а не оторвана от программы, тогда действительно этот танец совсем иного уровня, нежели демонстрировали раньше спортсмены. Я соглашусь абсолютно, и я могу даже привести в пример мужское одиночное катание, как бы квинтэссенция фигурного катания. Вот выходит Патрик Чан, он катается, и он делает четверной прыжок с шагов. То есть у него нет разбега, у него есть какая-то бесконечная вязь шагов. А после него выходит Брайан Жубер, разгоняется через весь каток для того, чтобы прыгнуть, и невольно становится очевидно, что это уже в какой-то степени прошлый век, что это уже ушло, что фигурное катание стало другим. И я абсолютно согласна с Ильей, просто сейчас происходит то, что называется время перемен. Самый тяжелый период в любом виде спорта. Подъем на очередную ступень сложности. Пройдет время, и оно соединится с качеством обязательно, потому что так всегда бывает. Напомню, наш телефон 97-00-97-2, код города Москвы, 495. Звоните нам, у нас на связи Ольга. Оля, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья, у меня к вам вот какой вопрос. Вот раньше ваша пара с Ириной Лобачевой постоянно конкурировала с парой Марина Анисина и вот французский фигурист. Виндаль Пезерат. Да, но я, к сожалению, не выглядаю эту фамилию. И как бы либо они, либо вы всегда претендовали на первое место. А сейчас вот получается, что таких ярких дуэлей нет. То есть получается, что результат соревнований может быть непредсказуем. А на первое место может выйти кто угодно. Вот с вашей точки зрения такая непредсказуемость, это хорошо или плохо? Ну, для исторической правды я все-таки поясню, что вот у нас такая была плеяда, что конкурировали не только мы с Мариной. Конкурировало сразу пять очень сильных дуэтов. И так получилось, что каждый год кто-то из нас выигрывал чемпионат мира. Сначала Марина Анисина, Гвиндаль Пезера, потом итальянцы Барбара Фазарапольна, Маурицио Маргалю, потом мы с Ириной Лобачевой, потом канадцы Борный Крац. Так что дуэли были и всегда менялись новые лидеры. Мне нравится новая система судейства тем, что вот вы видите, даже сегодня у нас раньше, после, и Лена прекрасно это помнит, раньше уже практически было все предрешено после первых двух видов. Нужно было неимоверными усилиями перепрыгивать соперника, чтобы кто-то не просто в лоб-лоб обыграть, а чтобы были целые прослойки. Сейчас можно прыгнуть с одного места на другое, и непредсказуемость турнира только увеличивает его интригу, мне это очень нравится, и здесь есть возможность отыграться на следующий день, даже если ты выступил в первый день не очень удачно. Просто хочется, чтобы боролись наши, как Ягудин с Плющенко боролся. Конечно, нам менее интересно наблюдать, как борются американцы с канадцами. Но вот об этом мы с Леной и говорим, о том, что нужно завестись, нужно завестись и нужно какой-то, да не обидеться на меня, нафталин сбросить с плеч, который, на мой взгляд, пребывает на наших спортсменах. Самое важное для этого вопроса сначала признать, да, мыть хуже и начинать работать. У нас еще есть Дмитрий на связи, Дмитрий, давайте сразу вопрос, у нас не так много времени осталось. Здравствуйте, я очень при порядке с вами общаться, но скажу коротко, скажите, вот у нас есть такая прекрасная женщина, фигуристка, мигратор, олимпийская чемпионка, Ирина Константиновна Роднина, вот как вам кажется, почему она никого не тренирует, мне кажется, могла бы воспитать таких же чемпионов, как вы являетесь сама. Большое спасибо за ответ. То, что он выбирает, и в данной ситуации я не думаю, что здесь вот там было бы спасение. Я думаю, что Рингос-1 на своем месте и очень много делает для того, чтобы спорт в России развивался и развивался. Лена, давайте завершать наш эфир, что бы вы хотели нам сказать по окончанию. Я бы хотела сказать по окончанию, что в принципе мне очень понравился этот чемпионат, что установлены ориентиры, и это всегда проще, когда перед тобой есть ориентир, ты четко понимаешь, куда стремиться. И я думаю, что сейчас все силы надо бросить на то, чтобы сначала догнать эти ориентиры, а потом придумать, за счет чего сделать еще шаг вперед. Ну что ж, будем делать шаг вперед, как говорит Елена Муцеховская. Спасибо большое обозревателю газеты «Спортэкспресс». Что ж, до завтра. Завтра в 8 часов вас жду в большой итоговой программе, посвященной чемпионату мира на Комсомольском радио. Всем пока.